Доброго времени суток, друзья! На просторах интернета наткнулся на один интересный проект. Называется он, как вы видите, DeadNet. Создан этот проект на базе GTA 5 и располагается на платформе Rage Multiplayer. Ну, а чем же он заинтересовал меня? Ну, тем, что разработчики обещают, что они сделают проект не похожий ни на что, со своими какими-то уникальными решениями, в корне отличающиеся от того, что мы привыкли видеть на платформе Rage Multiplayer. На данный момент проект находится на стадии разработки и тестирования, поэтому все, что обещают разработчики, пока мы увидеть не сможем. Но это не мешает нам ознакомиться с этим проектом. Ну, в общем-то, заходим, регистрируемся. Все пока идет по стандарту. Ну, а далее нас встречает меню настройки персонажа. Выполнено оно, надо сказать, хорошо. Персонаж поворачивается во все стороны, его можно увеличивать, уменьшать. В общем, так, как это вам удобно. Выполнено все это на мышке. То есть, мышкой зажимаем левую кнопку или правую кнопку и крутим персонажа так, как нам удобно. Вот такое решение, по-моему, наиболее подходящее для этих проектов. Очень удобно, все очень читаемо и очень плавно. Ну, а после настройки персонажа нам предлагается выбрать роль. Но я бы сказал, что это даже не роль, это просто выбор первоначального этапа. Если вы любите посложнее, вы можете выбрать режим для хардкора. Ну, как это будет выглядеть, тут все написано. Рекомендуемый есть и есть среднячок. На самом деле, все это достаточно важно. Ну, а важно это хотя бы потому, что на этом проекте реализована система погодных условий. Дождь, снег, метель, здесь присутствует все. И как повезет, если вы выберете, например, режим хардкор и очутитесь в грязной одежде, то вы просто можете даже замерзнуть. Одежда играет на этом проекте важную роль. Ну, в общем-то, как и в жизни. Ну, а я выбрал рекомендуемую роль и появился уже в хорошей одежде и рядом с Мэрией. Мэрия стоит в нестандартном, можно сказать, месте, рядом с выходом из метрополитена. Ну, а как она выглядит, вы сейчас видите. Далее смотрим, как выполнено меню персонажа. Оно сейчас перед вами. И надо еще добавить, что на этом проекте можно покупать сумки или рюкзаки. Но пока, по-моему, еще это не сделано, не введено. Потому что я купил сумку, но в меню ничего не добавилось. Ну, и так как я выбрал рекомендуемую роль изначальную, у меня, как видите, сразу же есть телефон. Но, по-моему, сим-карту надо покупать отдельно. Телефон можно поворачивать влево и он становится как планшет. Далее проследуем к самой Мэрии и тут мы видим два триггера, желтый и белый. Белый это вход в саму Мэрию. Как он выполнен, я покажу позже. К сожалению, первый раз у меня не все прогрузилось. Поэтому придется перезайти и уже потом еще раз вам показать. Но около желтого триггера, вот у этого, должна стоять MPC, которая разговаривает. Но ее пока нету. Зато она предлагает нам ознакомиться с этим проектом. Давайте это и сделаем. Ну, и тут можем заметить, что табличка, информатирующая нас о каких-то фишках этого проекта, немного все-таки мелковата. Поэтому я, жертвуя основной фоновой картинкой, увеличу ее для вас, чтобы было проще читать. Но, так как ознакомление происходит порядка семи-десяти минут, я это сделаю в ускоренном режиме. Если кому-то интересен сам текст написанного здесь ознакомления, то пролистайте это дело все с помощью паузы. Ну, а я ускорю, потому как время все-таки драгоценно. Ну, а я тем временем вкратце расскажу то, что понравилось мне. По крайней мере, так заявляют разработчики и это мне понравилось. А понравилось следующее. Гараж теперь не привязан к машиноместу. То есть, если у вас гараж, к примеру, на два машиноместа, но туда можно поставить три, просто в притирочку вплотную, то они там будут стоять, они там сохранятся. То есть, нет зависимости от машиноместа. Теперь визуальный размер гаража имеет свой вес. И это здорово. Также на проекте будут реализованы склады. Но складами нас уже не удивишь. Я уже показывал несколько обзоров, где склады присутствуют. Здесь они тоже будут. И значит, будет какой-то сбор ресурсов или добыча ресурсов, или еще какие-то крафтовые методы. Это пока я не разобрался. Но в гаражах можно будет, вернее, в складах можно будет ставить и машины. И также можно эти склады оборудовать. Что тоже, на самом деле, наверное, будет интересно. Но это покажет время. Следующий же пункт, который меня тоже заинтересовал, это войны, банд, загрузы. На проекте будут некие грузы. Как это будет реализовано, я пока не знаю. И в данный момент этого нету на проекте. Ну, здесь будет войны, загрузы. То есть ночами будут доставляться какие-то грузы, которые банды будут отвоевывать друг у друга. И это хорошо тем, что люди, которые любят криминальную жизнь, они не будут грабить друг друга, а будут чем-то заниматься. У них будет свое занятие. Банды на проекте уже есть. Ну и последнее, что мне тоже понравилось, это, конечно же, не является главной фишкой. Но, тем не менее, телефон теперь берет не везде. Это зависит от того, стоит ли где-нибудь поблизости радиовышка или нет. Поэтому можно еще остаться и без связи. Ну, на мой взгляд, это тоже интересно. Ну и переходим ко второй части информативного разъяснения и обучения по этому проекту. Я сделаю точно так же. Я увеличу вам табличку и быстренько это дело перемотаю. Точно так же, кому интересен текст ознакомительный, пользуйтесь режимом паузы и читайте. Ну, а кто не хочет читать, я, наверное, расскажу вкратце то, что понравилось мне. А понравилось то, что на проекте есть четыре вида банков. И какой банк выбрать, все только за вами. Разница в банках, ну, несущественная, я бы сказал. Где-то может быть какой-то процент поменьше. Ну, в общем, это надо выбирать. Следующее, есть виды занятий. Есть охота. Охота тоже лицензируется. Надо вообще отметить, что на проекте очень много видов лицензии. Практически любая деятельность лицензируется. Также есть и страховка. Есть страховка больничная. По-моему, даже можно страховать машины. Еще мне понравился на этом проекте режим автопрокачки. То есть, чем бы вы не занимались, например, едете на машине или бежите или плывете, вы автоматически прокачиваете это направление. То есть, если вы едете на машине, вы прокачиваете автоматический уровень владения автомобилем. Если вы бежите, то уровень бега, ну и так далее. Есть и точка, на которую можно прийти. Она здесь находится, кто играет в GTA знает, на пляже есть качалка. Вот в эту качалку можно приходить и прокачивать со своего персонажа. Еще здесь можно приобретать машины, не имея жилья. Но, к сожалению, а может быть и не к сожалению, но если у вас нет жилья, то вы можете купить всего один вид транспорта. То есть, если вы купили мопед и уже накопили деньги на другую машину, то с мопедом придется расстаться и купить другую машину. Потому как не имея гаража, не имея дома, вы можете иметь только одну машину. Но вы можете ее иметь. Вам не надо фармить на дом. Что, на мой взгляд, тоже немаловажно. Ну а я тем временем перезашел в игру и, как видите, NPC-шка у меня прорисовалась. Голос, кстати, очень отвратительный. Ну ладно, мы проследуем с вами в мэрию. И посмотрите, вот интересное решение. Здесь взаимодействие не через кнопку E, а через левый Alt. Выскакивает табличка, предлагающая нам выбрать, куда мы хотим. На крышу, в офис, ну и так далее. Также у этой мэрии есть подземные паркинги, и оттуда тоже, взаимодействуя Alt, можно точно также попасть в мэрию. Ну а сама мэрия выглядит вот так. Надо сказать, что этот интерьерчик, конечно, уже заезженный и встречается на многих проектах. Зато здесь в мэрии можно купить все виды лицензий. Абсолютно все, но кроме огнестрела и, по-моему, страховки медицинской. Остальное все покупается здесь. Здесь же происходит и выбор работы, и само трудоустройство. Но для этого нужно пойти в ближайший банк. Как я сказал, банк на выбор за вами. И оформите карточку, потому что деньги и зарплатные будут поступать на карточку. Нет карточки, на работу не устроится. Оформляем карточку, и вот все. Она у нас в инвентаре. Проверяем. У меня, оказывается, даже две карточки. Ну, не помню, когда я второй раз нажал. Ну, вот так вот это выглядит. Ну и отправляемся дальше. Но, к сожалению, по крайней мере на данном этапе, на карте найти что-либо очень сложно. Ни банкоматов, ни рабочих мест найти, ну, очень трудно. Я думаю, что это все еще исправит. Приходится искать через телефон, через вкладку GPS. Вот так вот выглядит телефон. И вот, как я говорил, его можно поворачивать в виде планшета. На телефоне отмечаем нужную нам точку в меню, где все представлено. И отправляемся туда. Ну, а доступны нам на данном этапе два вида работ. Садовника и разнорабочего. И несмотря на то, что разработчики в аннотации, которую мы потратили огромное количество времени читавши, утверждают, что нет никакой привязки к левелам. Это, наверное, немножко не так. Левелы здесь есть. И они прокачиваются. На данном же этапе у нас первый уровень. И чтобы получить второй, нужно потратить 500 очков. Очки зарабатываются по-разному. Где-то точечно, а где-то оптом. Ну, об этом я чуть-чуть позже объясню, что я имею в виду. Ну, а сейчас, как вы видите, я бегаю не просто так. Как я и сказал, на карте пока ни хрена еще не отмечено. Нужно пользоваться GPS. И вот куда обращаться, придя на точку, абсолютно непонятно. Ну, он еще разрабатывается, я имею в виду этот проект. Поэтому, наверное, все еще допилят. Но вот на данном этапе пока абсолютно непонятно. Приходишь и куда обращаться. Не мешало бы еще повесить какую-нибудь табличку с разъяснениями, что надо делать на этой работе. Когда я нашел точку, куда надо обращаться, сейчас вы ее увидите, встал другой вопрос. А что мне надо делать-то? Вот это бы тоже не мешало разработчикам поправить. Ну, и как видите, я беру транспорт в аренду. Ну, это уже такая знакомая всем технология. Машину мы взяли, в ней появились. И вот тут возникает небольшая проблема. Она действительно небольшая, но она все-таки возникает. А что делать дальше-то? Вот в этом бы месте повесить какую-нибудь табличку, что там начните взаимодействие с машиной, ну и тому подобное. Все оказалось достаточно просто, но для того, чтобы упростить игроку вот эту работу, это взаимодействие, лучше, если бы была какая-то ознакомительная табличка. Оказывается, надо сесть в машину и нажать букву М. После чего выскакивает табличка. Там выбираем раздел, транспорт. И в транспорте, как видите, зеленым обозначено начать работу. В общем-то, вот и все. Но к этому надо прийти. Вот в чем пока еще беда. Ну ладно, с этим разобрались. Нажимаем взять работу и автоматически прокладывается маршрут до ближайшей точки работы. Выдвигаемся туда. Ну и как видим, эта точка оказалась строительным объектом. И вот тут хотелось бы поговорить об этой работе. Она мне очень и очень понравилась. А в чем, в общем-то, причина там? А причина, в общем-то, в исполнении этой работы. Как видите, я приехал на объект и на мини-карте горят точки. Красные и зеленые. Сейчас мы это все поподробнее разберем. Но хотелось бы немножко поподробнее об этом рассказать. Как видите, я приехал на объект и передо мной горят точки. То есть я вижу весь объем работы, который мне предстоит выполнить. Эти точки не загораются рандомно. То есть когда-то на всех остальных проектах, да, вы подбегаете к одной точке, там берете мешок, вам рандомно загорается вторая, вы бежите туда, ложите этот мешок, ну и тому подобное. Как видите, здесь я, как и в реальности, приехал на объект и я вижу весь объем работы, который мне нужно выполнить. Ну, согласитесь, это здорово выполнено. Ну а следующая фишка, которую я еще не встречал ни на одном проекте, это, как вы заметите, точки на миникарте горят двух цветов. Это тоже не просто так. Как видите, я захожу в меню автомобиля и здесь нижние строчки, три строчки, обозначены три цвета. Синий, красный и зеленый. Это и есть инструмент. На каждом объекте есть два вида работ. Они обозначены разными цветами. Мы выбираем тот цвет, которым мы будем работать. Например, здесь есть зеленый и красный. Выбираем какой-нибудь из них и идем на объект. Ну, я выбрал для начала зеленый и побежал на точку выполнять работу. И посмотрите, как выполнена работа. Видели ли вы что-нибудь подобное? Я работаю сварщиком. Надо отметить, что такой вид работы я вижу первый раз. Я попутешествовал уже по каким-то проектам, но ничего подобного я не видел. Мне это очень дело понравилось. В этой работе даже заложен некий смысл. Уж не знаю, специально ли это сделали разработчики или это так просто совпалось, но приезжая на большие крупные объекты, вот вроде этого, мы варим, видите, огромные балки. А приезжая на маленькие объекты, которые я сейчас тоже покажу, мы варим маленькие объекты и, ну, это вообще эта конструкция называется опалубка для заливки бетона. Вот этим мы там занимаемся. Приколачиваем фанеру и свариваем вот эти вот балки воедино. На каждом объекте есть два вида работ. Ну и они распределяются, как я уже и говорил, по цветам. Это либо сварные работы, либо работа с отбойным молотком, либо мы заколачиваем фанеру для вот этих вот опалубок. Ну а после того, как вы выполнили один ряд работ, идем в машину, меняем инструмент и заходим опять на этот же объект. Ну и вот, как я и говорил, видите, вот стоит огромная опалубка для бетона и мы как бы ее колотим. А еще на некоторых объектах сначала надо сварить, а потом уже и простучать ее всю. Ну я в дальнейшем это покажу. С одной стороны стоят зеленые метки, с другой стороны красные. Проходим с одной стороны, варим, с другой стороны обколачиваем. Как я и сказал, есть какой-то даже в этом смысл. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, это все действия, которые вы сейчас видите, будь то работа с молотком или сварочным аппаратом, или то, что я дальше, может быть, покажу с отбойным молотком, все это проходит автоматически. Я просто подхожу на триггер и срабатывает автозапуск, все. Дальше я ничего не делаю, я просто наблюдаю. Я как игрок просто наблюдаю, а персонаж трудится. Я считаю, что вот это самое верное решение. Ну еще я не могу не отметить, хотя к работе это уже отношение не имеет, это начисление зарплаты. Я сразу же вижу, сколько я заработал. Мне не надо будет потом бежать к прорабу и смотреть, сколько я заработал, проверять, чекать, в общем. Я сразу же вижу, точку сделал, денежка пришла, точку сделал, денежка пришла. Зарплата выпадает рандомно, 11, 12, 13 или 14 долларов, ну там с копейками. Абсолютно рандомно и похоже, что на данном этапе даже не то, что рандомно, а просто поочередно идет, начиная с 11 долларов, потом 12, 13, 14. Ну вы, в общем-то, в принципе, приблизительно хотя бы можете посчитать, сколько будет с одного объекта, исходя из точек, которые здесь представлены. Ну и заканчиваем этот объект и едем на другой. Как видите, следующий объект уже у меня в городишке поменьше, так сказать, на периферии. И объект, к сожалению, тоже поменьше. Тут палка о двух концах, кому что нравится. Но вот в этой работе присутствует один небольшой косячок. Вот видите, я зашел на триггер, включился отбойный молоток, я им работаю, все вроде бы как замечательно, но, к сожалению, сейчас он выбросит молоток и дальше анимации уже не будет. Вот видите, он отбросил молоточек. Мы передвигаемся к следующему триггеру и вот тут, к сожалению, нету ни анимации, ничего. Но работа идет, как бы денег я за это получу, работа будет выполнена, но, к сожалению, анимации пока нет. Должен напомнить, что сервер находится на стадии разработки. Поэтому, ну, вот такие косячки надо выявлять и исправлять. Подобный косячок присутствует и в других видах работ. Он и после первого триггера бросает сварочный аппарат на землю, но анимация дальше есть. То же самое происходит и с молотком. На первый триггер мы заходим, он стучит молотком, потом он его бросает, но дальше есть анимация. А вот здесь пока еще это не исправили. Я попытался поднять молоток, но такой механики нету, он его не берет. Очень бы хотелось, чтобы разработчики, конечно, поправили этот мелкий косячок. Ну, а в целом об этой работе, если сказать, то я съездил, чтобы прокачать уровень еще где-то на 10, таких вот объектов, и из 10 раз мне повторился только один объект. Представляете себе, 10 разных объектов выпадает. Это на самом деле дорогого стоит. Повторение здесь минимальное количество. Далее же я сменил род деятельности и устроился через мэрию, повторюсь, садовником. Ну, эта работа, это, я бы сказал, упрощенный вариант разнорабочего. Принцип тот же самый. У вас несколько видов инструмента, только вы не свариваете, не заколачиваете и не работаете отбойным молотком, а делаете то же самое, но уже на газонах. Ну, и так вот мы прибываем на объект. Объекты абсолютно разные. Вот это, так сказать, среднего размера объект. Можно сказать, что это вызов частный. Как всегда, идем на триггер, идет автоматическое включение, и вот он там что-то ковыряет. Лопатку, которую он сейчас ковыряет, он берет каждый раз. А вот следующий инструмент, хоть и выглядит прикольно и работает прикольно, но имеет тот же баг, что и отбойный молоток. Как видите, заходим, он дует. Ну, я видел, как работает этот приборчик, смешная штуковинка. Вот он и работает, сейчас он вот так же, как и отбойный молоток, бросит, и все. В дальнейшем мы идем на следующий триггер, и уже никакой анимации не будет. Хотелось бы, чтобы вот эти вот косячки все-таки поправили. Как видите, все, мы стоим, зарплата идет, работа выполняется, но анимации нету. Вот такая вот работа садовника. Ну, а следующий вид трудовой занятости на этом проекте, это работа водителем автобуса. Она подразделяется на три категории. Городской, пригородный и междугородный. Выглядит это вот так вот. Приходим в автобусный парк, встаем на нужный нам триггер. К сожалению, они не подписаны, поэтому так, ну, по наитию. Берем, как всегда, автобус в аренду. Ну, и вот, все. Мы на линии. И вот в начале ролика я вам рассказывал, что начисление идет либо точечно, и я вам показал, как это выглядит, да, на примере строителя и на примере садовника. А вот здесь вот опыт капает оптово. То есть, вы проходите весь маршрут по всем остановкам, и когда вы завершаете последнюю остановку, только в тот момент вам сразу же оптом начисляется какое-то количество опыта. Какое именно, я вычислить не смог, но оно начисляется. И в зависимости от того, какой автобус вы выбрали, городской, пригородный или междугородный, соответственно, столько опыта вам и накапает. Показывать, как работает эта работа, такая вот автология, я не буду. Просто покажу вам некоторые виды автобусов, ну, и, в общем-то, на этом, наверное, все. Чем-то еще удивить вас здесь будет очень сложно. Единственное, что мне не понравилось, как здесь выполнены автобусные остановки. Даже если вы несетесь на огромной скорости и наезжаете на триггер на остановке, он остановится моментально. То есть остановка происходит автоматически. Мимо триггера вы не проедете. Надеюсь, что это тоже поправит, потому что выглядит это не очень красиво. Ну и вот последний тип автобуса. Это междугородний. И, как видите, мне почему-то выпал автобус светло-серый. Хотя всегда выпадают такие синие автобусы. Вот как раз синий автобус, вы сейчас и видите, стоит. И видите, какая разница. Я, на самом деле, даже не видел таких цветов в ГТАшке. Ну и в целом о работе на этом проекте, наверное, все. Я показал какие-то определенные начальные уровни. Все остальное нужно прокачивать. Но, к сожалению, на это нет времени. Ну а вот таким вот образом здесь выполнена смена погоды. Как видите, температура минус три, идет снег. И это говорит о том, что одежда на этом проекте действительно играет важную роль. Если бы я сейчас был в маечке, я бы замерз. Ну, а далее я пошел на вокзал, где, в общем-то, встречается много людей. Все приходят сюда, чтобы поработать, заработать какую-то денежку. Поэтому здесь такое общественное место. Здесь-то я и стоял, разговаривал и общался с людьми. Ну, в общем, вот такой вот проект. Такие вот интересные разработки в нем ведутся. На данный момент сервер настраивается. Иногда бывает не очень приятно играть. Вот, например, сейчас, когда я записывал это видео, автоматически включалась музыка. Ничего с этим нельзя было поделать. Видимо, шла какая-то настройка. Все на это ругались. Несмотря на то, что в моих настройках радио было полностью отключено, оно все равно автоматически включалось. Я его выключаю, а оно включается. Ну, и погоду тоже периодически настраивают. Вот такой вот проект. Вот такая вот интересная задумка авторов. Если кому понравился этот проект, это задумки, если кто-то прочитал аннотацию, заходите, участвуйте в тестировании, отписывайтесь, получайте удовольствие в конце концов. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok